друзья всем привет на канале просто германия и у нас сегодня рубрика продукты которые мы находим в магазинах германии похожие и не похожие на наши так как германии сейчас осень и все активно варят тыквенный суп то закономерно встает вопрос какую же тыкву выбрать к этому супу и вообще какую тыкву предпочитают немецкие домохозяйки которые готовят этот тыквенный суп кубе супа по-немецки называется и чаще всего конечно же это тыква хоккаида или хоккаида кто как называет вот я показываю на экране как она выглядит почему эта тыква является самой лучшей для приготовления тыквенного супа и здесь идет речь не только о вкусовых качествах а именно а ну скажем так прост обработки этой тыквы мы привыкли что тыкву надо чистить то есть вынуть из нее семечки ну и вот эту вот кожуру тоже почистить вот эту тыкву хоккаида ее чистить шкурку с нее счищать не надо только внутренности вы вынули там отрезали вот эти вот пупырышки и все что вам не надо разрезали на куски и просто варите то есть не надо ее чистить поэтому ее чаще всего и в германии все хозяйки выбирают чтобы готовить этот суп ну и эта тыква хоккаида она бывает трех цветов чаще всего продают вот такую оранжевую потом бывает зеленого цвета я показывала в начале видео и еще белого цвета но смотрите чтобы было она вот она приблизительно вот такой формы как вы видите на экране только разных цветов вкусовые качества у нее у всех одинаковые вот я всегда беру обычно вот такую желтую ну потому что она чаще всего продается в магазинах но я предпочитаю брать эту тыкву у сельских производителей у фермеров где купить тыкву у нас на на канале есть видео я показывала да такие точки явки и пароли где можно купить вот как выглядит тыква внутри я просто вот вынимаю вот этот семечки и мою ее и режу на мелкие кусочки и она разваривается ну просто разваривается в пюре то есть вам не нужно для этого там еще чего-то предпринимать и в общем то как варится тыквенный суп кто не знает как я варю да я беру например эту тыкву режу на мелкие кусочки картошку лук морковку и все это бросаю в кастрюлю перевариваю и потом пюрирую да то есть или миксером или в общем-то если картошка там и морковка и тыква они развариваются до такого состояния что их в общем то не надо уже и пюрировать они уже таком вот пюре некоторые добавляют еще такой вот как сухой бульон туда по вкусу соль перец и вот такой вот тыквенный суп принципе здесь в германии популярен очень в тыквенный сезон особенно на тыквенных фестивалях сейчас вообще в сентябре в германии два главных фестиваля тут в том регионе в котором мы живем традиционно тыквенные фестивали и фестивали молодого вина керва да называется кюрбис фест и керва фест а вот октоба фест это фестиваль пива это уже конечно больше баварский праздник ну в современной германии октоба фест празднуют принципе везде и и в загсоне сейчас есть октобер фест и в район фальце и в тюринге хотя это не традиционные праздники у них вот традиционно здесь это или керва или кюрбис фест поэтому если вы не знали какую вот выбрать тыкву для тыквенного супа и какая лучше то конечно же это хокаида лучший вариант и первое место ну и конечно же не забываем что есть вот такие всякие декоративные тыквы и вообще фермерских хозяйствах продают часто вот эти тыковки не только для декорации но они есть с разными вкусами но с ними надо конечно поиграться чтобы их приготовить и почистить и так далее но если вы покупаете вот такую в тыкву уже с раскрашенную готовую то естественно в пищу и употреблять не надо потому что ее обычно покрывают лаком и вот это все эта краска она несъедобная она впитывается в тыкву и и не рекомендуют потом употреблять если видео было вам полезным поставьте лайк колокольчик подпишитесь на канал если вы не подписаны всем добра и вкусного тыквенного супа пока пока